Добрый день, Владыка! Сегодня очередная наша встреча. Приготовьтесь к вопросам на этот раз. Собственно, не только на этот раз, как всегда, очень много. Давайте начнем вот с такого вопроса. Одно из искушений, с которым приступил дьявол к Иисусу, если ты Сын Божий, бросься вниз, и тогда все уверуют, что ты воистину Христос. То есть убеждай посредством силы, согласись на трюк ради того, чтобы поразить воображение людей и овладеть их волей. Но Господь отвергает это искушение. Он отказывается прибегать к силе, делая выбор в пользу могущества слова, обращенного к сердцу и разуму человека. Как вы думаете, почему? Потому что человек создан по образу и подобию Божию. И одно из свойств этого подобия – это свобода воли. Если бы Господь так поступил, то действительно бы поразил, или точнее не поступил, а пошел по этому пути, то есть поражая своим могуществом, чудесами, такими именно эффектными. Он совершал чудеса, но это были исцеления больных и другие, которые шли, чтобы сделать здоровым тело и душу, а не поразить воображение. Но Господь, как Он создал человека по образу и подобию Божию, так Он остается верным себе. Он не насилует человеческой воле, а предлагает свое слово, учение. И если человек отзовется, то он будет счастлив, он будет с Богом, с источником радости. Продолжим такой более уже житейский вопрос. Каждый год в автоавариях терпит множество людей. В большинстве из-за пресловутого человеческого фактора – самоуверенности, беспечности, порой преступности, когда человек, особенно молодой, садится за руль пьяный. Как Вы думаете, как бы переломить эту пагубность? Ну, я считаю, что в этом направлении много работы ведется сейчас. Ну и, конечно, нужно из понятия такое заниматься воспитанием. Воспитанием уже с детства, с пеленок. И этому радует сердце, что на это обращается внимание все больше. Но еще, конечно, недостаточно. Потому что если будет воспитание, и именно в традициях нашего народа, православное воспитание, которое могущественно действует на сердце человека, так как, конечно, тогда будет гораздо меньше этих аварий. Ну и радует меня, если, например, в 90-е годы бигборды предлагали все прелести мира, доходило до того, что люди, имеющие чувство нравственности, их уничтожали, такие случаи в Москве были, просто, ну, резали там, закрашивали и так далее, то сейчас действительно полезная информация, ну, и также вот призывающая соблюдать скорость, напоминающая, к чему приводит превышение скорости. Это все вот маленькие, как говорится, капельки, которые содействуют воспитанию нашего общества. Но на это надо, наверное, еще больше внимания обращать. Да, если бы еще больше внимания в сегодня популярном интернете, было бы, наверное, еще лучше. Да, но это трагедия, что действительно пока интернет мало подконтролен, что все-таки это могущественное средство воспитания, но оно находится в чужих руках. В чужих руках, да. Тех, кто не заинтересован в воспитании, она будет в разложении. Известный слонимский шашист задает вопрос, почему в католическом костеле служат на белорусском языке, а в православном нет? Ну, я знаю, что не только на белорусском, и, может, не всегда на белорусском, и часто на польском, и чаще на полевском языке, который, в основном, то белорусам и непонятен. Да. А у нас служатся на церковно-славянском, это прототип белорусского языка, и не знать его, это тоже стыдно, показать свою, так сказать, ограниченность, не зная языка своих предков, поэтому и остается язык. Это язык, язык общения с Богом. Сейчас вот делаются попытки, или, точнее, переводится на белорусский, или переведено много книг из Библии. Пожалуйста, можно прочитать всем желающим. Ну, и потом, и у нас совершается благослуживание на белорусском языке. Пожалуйста, Минский, Петропавловский собор, все желающие, ну, почему-то желающих не находится, правда, специально для желающих служатся на белорусской мове. Так, что можно шашисту предложить, съездить, посмотреть и поучаствовать. Просто, наверное, надо чаще бывать в храмах. Это точно. Такой вопрос. Теперь много озлобненности в мире. Ну, нельзя с этим, к сожалению, не согласиться. Много зла. Как научиться любить тех, кто причинает тебе зло? Ведь это будет по-библейски. Ну, это наука, как говорится, из науки начинать надо. Воспитывая свою душу, как только пришел в себя, этим заниматься нужно постоянно. Ну, и самое, я считаю, вот это, большее подспорье в этом, четкое осознание, слова Христа, которые в свое время каждому скажут, что ты сделал ближнему, то ты сделал мне. Это должно нас и тормозить, выплескивать свои эмоции, и понуждать, все-таки делать людям добро. Но любить уже своих врагов, это, ну, к этому нужно идти, и надо идти. И сердце должно совершенствоваться, и разум, и, конечно, нужно читать Евангелие. Евангелие, где образец нам самый совершенный, это Иисус Христоска, которого, одним словом, которого воскрешали мертвые, воскресали мертвые, несколько слов сказал, Лазарь и Дион, вышел разлагающийся труп, здоровый, еще завязанный по рукам и ногам, и ничего не видящий, вышел из могилы, из склепа. Вот, и этого человека, который мог поперить своих врагов одним предложением, он молился за врагов своих, просил Отца Небесного, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Вот, это образец для нас. Но то, что в мире больше зла, потому что мы отходим от Бога, от истины, все больше прилипываемся к золотому лицедцу, считая, что там, и найдем свое счастье. Есть даже фирмы такие, богатые тоже плачут, и еще больше, чем бедные, поэтому просто неправильные ориентиры. Ну, и реклама, она как раз, так сказать, Бог хочет быть счастливым, построить там роскошный дом, имея роскошную машину, и так далее. Но кто уже на деле осуществил, таких счастливчиков немного, они потом почему-то кончают самоубийством, нередко. Потому что нет никакого смысла ни счастья, ни радости. – 14 февраля – день Святого Валентина, или день влюбленных. Можно ли православным отмечать этот день? – Ну, если говорить о православных, и посмотреть в календаре, на 14 февраля такого святого нет. Это католический святой, святой, который не покровительствовал разврату, о которой молодым, бедным семьям помогал устраивать жизнь, такую порядочную жизнь, помогал какими-то средствами, чтобы они не умирали от голода. И, конечно, очень печально, что образ этого подвижника взяли за основу для разврата. Это кощунство, очень непорядочно. Ну, и разврат к чему приводит? К бедам и проблемам. – Да, ни к чему доброму не приводит. – К семье распадаются болезни всякие, как следствие, тут же взять СПИД, распространенные в наше время, и другие болезни. Только горе и несчастье несет. Но кому-то очень хочется, чтобы… И это ведь средство массового уничтожения. Хочется уничтожить народоселение земли. И это вот цивилизованное средство уничтожения. Ну, даже в Белоруссии сколько делается руководством страны, чтобы поддержать семьи. И, конечно, ситуация выравнивается, но взять вот царское время. Время правления святого царя Николая два раза увеличилось население России. Хотя условия, может быть, не такие были, как у нас, сказочные. Не перенос в смысле, а то, что они имели, жили же по сравнению с нами, весьма скудно. – Конечно. Вместе с тем, вот, здоровые семьи, большие семьи были. А сейчас, вот, как следствие разврата, бесплодия, болезни, и, я вот сейчас нам не могу сказать, но, наверное, небольшой прирост населения. – К сожалению. – Да. – Хотя, действительно, государство очень поддерживает теперь семьи, особенно многодетные семьи. – Да, да. – Скоро Великий Пост. Как подготовиться к нему, чтобы принести себе больше пользы? – Ну, вы знаете, смысл Поста, конечно, и в воздержании, в воспитании воли своей, то есть в отказе от мясных, молочных продуктов, яиц, такого калорийного, в основном овощи. Великим Постом несколько раз в году разрешается рыба. А так, в основном, овощи. Овощи, где есть, возможно, фрукты, там у нас, например, яблоки в нашей зоне. Ну, и другие экзотики, если позволяют средства. Вот, это воспитание воли. Потому что, когда человек безвольный, он несчастный. Ну, и самое главное в Посте – это, конечно, очищение своего сердца. Потому что Господь хочет, чтобы все мы жили в радости. Он хочет в сердце каждого человека наполнить благодатью, миром духовным, чтобы человек, кажется, жил и радовался. Но для этого должно быть чистое сердце. Потому что, когда оно заполнено такими вот делами праздника Валентина, не дизайн сказать святого, то, конечно, радость туда не может войти. А надо очищать сердце. Это исповедь, как чистосердечная, такая чтительная. Это и причащение, вот это и молитвы. Все это способствует, и люди, практикующие, живущие по вере, они на себе испытывают, что наступает духовная весна, весна расцвета душевных сил, силы души. Радость поселяется в сердце, хотя человек вроде как бы и скорбит о грехах, и воздерживается от пищи, и голод испытывает, а другие по несколько дней не едят, то самое, такие уже, скрепки. Но, да, так вот, я считаю, так оно церковь учит. Телезритель спрашивает наш, встречал такое выражение, что послушание превыше поста и молитвы. Так ли это? Ну, вы знаете, если самый идеальный, наверное, пример, это Иисус Христос, который, как он, был истинным Богом, но был истинным человеком, и воля человеческая не подавлялась, она была тоже свободной, вот, и мы видим из Евангелия, что Господь, как человек, смерти для человека неестественна, противе, естественно, правильно даже сказать, он не хотел умирать, но и в этой борьбе в подчинении воле своей воли Небесному Отцу, чтобы спасировать человеческий, не нарушая праведности Божией, вот, воля была Небесного Отца, Бога Отца, и в Совете Святой Троицы это обсуждало, что Иисус Христос, Сын Божий, должен пострадать за рот человеческий, чтобы искупить нас от последствий греха, вот, ему было очень тяжело это сделать, пересилить, и в борьбе такой находился, что, такой, страшном напряжении, что, пот превращался в кровь, то, считают, ученые, высшая степень такой внутренней борьбы, напряжения, вот, и, вот, поэтому, если сравнить вот этот рот и послушание, то оно действительно выше, и Господь Иисус Христос сказал, что я пришел на землю, чтобы не мою волю творить, но волю пославшего меня Отца, это, к этому стремятся, ну, конечно, может, тысячной долей подражать христиане, отсекая свою волю, ну, и, ведь, если нормальное государство, нормальная семья, там ведь все на послушании основано, дети должны слушать родителей, жена должна подчиняться мужу, муж должен заботиться о всей семье, руководство государства должно заботиться о государстве, простые граждане должны подчиняться тем законам, то есть, везде должно быть послушание, а где его нет, там анархия и разгул страстей, что испытали наши предки в начале 20-х годов. Вот такой, может быть, не совсем обычный вопрос или постановка не совсем обычная. Мы привыкли освещать наше жилище, мы привыкли освещать, может быть, рабочие кабинеты, машины, мы привыкли освещать могилы. А зачем освещать военную технику, спрашивает человек. Однажды видел в СССР, что патриарх московский освещал ядерные ракеты, ведь оружие, как правило, несет смерть. Ну, вы знаете, все-таки ядерные ракеты России это оружие сдерживания. Мы видим, что произошло в Сирии, когда под красивыми лозунгами и словами во что превратилась процветающая страна, в руины. Если бы сегодня не было этого страшного оружия, то такими боеруинами красовалась Россия, а Беларусь уже тут и не надо разговаривать. Для чего освещается техника? Я могу ответить только человеку верующему, который знает, что есть духовный мир. Есть Бог, есть ангелы, но есть и патч-ангелы, которые воздействуют на людей. И вот представьте себе, сидит ответственный человек за кнопкой. Нажал на кнопку и полетела ракета. И что-то он там поссорился в семье с женой, еще какие-то проблемы, то есть жить не хочется, отдай я нажму, чтобы все мы, так сказать, полетели тартары. А ангел-хранитель ему не дает. Поэтому для этого освещается техника, чтобы она служила во благо, чтобы она была оружием сдерживания, а не орудием смерти. Чтобы все-таки небесные силы, даже если человек в таком, кажется, невменяемом состоянии находится, чтобы он все-таки не нажал на эту кнопку. и мне вот запомнили слова святого нашего времени преподобного Паисия Афонска. Он говорит, он так образное сравнение приводит, но такое емкое, такое выразительное, что, говорит, раньше Бог одной рукой удерживал землю, чтобы сохранить жизнь на земле, а, говорит, а сейчас держит двумя руками, потому что столько расплодилось всякой техники уничтожения, что в любую секунду может мир взлететь, как говорится, наша Вселенная разлететься. Ну, даже вот такие есть утверждения специалистов, что если только 30 ракет ядерных разорвется, а то на земле наступит зима ядерная, на минус 20 градусов так в среднем опустится температура. Если у нас, скажем, летом 20 градусов тепла, 25-30, то будет 0, 5 градусов, 10 максимум. Что вырастет? Смерть. А если разорвется несколько десятков, только в России по-моему около 800-900 осталось, в Америке там за 1000 и что-то добавит. Поэтому тут надо и молиться и трижды освящать. Ну, трижды может не надо, если нас вера и одного достается. Это образно сказано. Да, чтобы этой трагедии не произошло, потому что мы сидим как на пороховой бочке, еще и пляшем. Как вы думаете, важна ли для христианина его национальность? Ну, вы знаете, есть еще написание в Библии такие слова. В церкви у Христа нет ни православного, ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного, но всяческое во всех Христос. То есть национальность, она, во-первых, мы все от одного дама произошли. Это чисто условно. Конечно, она должна быть любовь к родине, должно быть чувство ответственности и так далее, но именно в Царстве Небесном и в Царстве Церкви Христовой национальность она не имеет значения. Такой вопрос нашего телезрителя. Почему за грех Хама был проклят его сын Ханаан и его потомки? И проявляется ли по-вашему в наше время Хама в грех? Знаете, здесь как раз приоткрывается или на примере показывается власть родителей. С одной стороны, ведь в Библии есть такое, открыт такой закон благословение отцов утверждает дамы детей, а проклятие мати разрушает до основания. То есть не надо никакой бомбы, ракеты такой управляемой. Достаточно отцу или матери проклясть своего ребенка за какие-то вот безобразия и все, у него жизнь пойдет наперекосяк. Ну и поэтому такой безобразный поступок Хама Ной не имел права проклясть потому, что Бог его благословил Ноя с детьми. Так Библии говорится, но он проклял уже потомка Хама Хана и потомство. Но они ощущают на себе это проклятие потомки. К сожалению, к сожалению, и в народе ведь даже есть только понятие хамом грех, тоже не было бы такого понятия, если бы его не существовало. К сожалению, есть, есть и последствия проклятия, но надо и родителям быть осторожны в своих словах, даже если дети выводят из терпения, но и детям быть упростительно к родителям. Просто сейчас на это никакого внимания не обращается или очень мало обращается внимания, а это страшные последствия могут быть. Да, иногда, ну, не говорю неправильно, не зря же в народе говорят слово не воробей, вылетишь, вылететь не поймаешь. Здесь единственное православие, вот, конечно, случаи такие бывали, особенно в южных народах, которые более эмоциональны, тут, конечно, если уже такая беда случилась, надо идти на исповедь, каяться, получать от священника эпитемию, чтобы это все, как говорится, было окине бывшее, чтобы не имело последствий. А последствия порвать очень страшно. Вот, есть такие примеры, что, значит, ну, это описывается в Греции, значит, сын у одной матери оружие, ружье, тоска, оно, как сказать, стенки брало, дядьки, дядьки ружье, брало со стенки и в лес уходил. Ну, и матери-то, ну, и беспокоилась, раздражалась, одна, всегда в сердцах как-то сказала, что это ружье застрелило тебя, или что-то в этом вроде. Ну, и вроде как бы сказала и сказала и забыла. У сердца она не то, что она хотела вот так вот вырвалась, но не покаялась в этом грехе. И потом уже он вырос, стал взрослым, охотником стал и перелазил через забор и как-то так получилось, что ружье выстрелило в него. Вот и все. У нас в деревне, к сожалению, такой случай был. Таких и не много случаев. Поэтому надо очень быть осторожным родителям в словах и детям тоже не выводить родителей. Женщина, учеб, педагог задают такой вопрос. По квартирам ходят молодые девчата, просят милостыню. Продукты брать не хотят, только просят деньги. К сожалению, в данный момент пожертвовать деньги не могу. Будет ли это нарушением христианских норм? Вы знаете, здесь сейчас рыночная экономика и кто в чем старается заработать. Кто-то по интернету рассылает, что многодетная семья есть, нечего и так собирает средства. Конечно, есть и такие семьи, но есть и пользующиеся этим. Поэтому у нас в епархии, у нас допустим, в том же слове есть сестричество. Обращаются за помощью. Кто вы, что вы, в чем нуждаетесь, расспросили, приехали, посмотрели и помогли, в чем человек нуждается. Потому что здесь можно прошли 5-10 как говорится домов, собрали, потом пошли весело время привели. то есть мы способствуем разложению людей и молодых людей, которые должны трудиться, зарабатывать хлеб своими руками, они деградируют. Им на этом способствуют. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Очень внимательным. И в этом плане подходит эта фраза одного подвижника, что пятак должен твоей руки запотеть, пока ты отдашь тому, кто нуждается. Тоже житейский конкретный вопрос. Семья в свое время поменчалась, к сожалению, не стала супруга, но вдове так сложилась судьба, что другой мужчина предложил руку и сердце, она готова выйти за него замуж, но как быть с венчанием? Есть еще написание такие слова, что жена обязана быть верной мужу, пока муж жив. Если муж ушел в мир иной, то не повелевается, а разрешается, допускается, если человек и детей воспитывает, много других трудностей, допускается, что может выйти замуж за другую, если я не ошибаюсь, даже если такая фраза не согрешит. Но даже в требнике есть чин венчания второбрачных, он отличается от обычного чина, но такое есть, то есть это не только в наше время допускается, но и в древнем вина допускалась, поэтому не должно быть смущения обратиться к священнику, рассказать ситуацию, и тот конкретно скажет, что нужно делать. Такой вопрос, опять-таки, бытовой, житейский, должен ли священник, будучи на кладбище, попросить осветить могилу, если нет возможности в данный момент внести какое-то пожертвование, или если за могилкой уже некому ухаживать, а ну просто соседи попросили осветить эту могилку. Обязан, обязан, иначе он поступает против совести. Конечно, тут надо и к священнику относиться, поддерживать его, если мы будем, так сказать, вот ты мне бесплатно освяти, вот и все, твои проблемы, как храм отапливаете, освящение, так сказать, ремонт и все, это тоже не по совести, против совести. Но если священник не хочет освятить в том, что ему не дают пожертвования, то тоже уже... ну тут тут как раз тот случай, человек, ну зная этого человека, он ну от чистого сердца говорит, что ну вот в данный момент просто не было с собой, чтобы что-то пожертвовать. Обязан, обязан, обязан. Вот такой вопрос. Что такое литургия, молитва, тропар, лития? Если можно коротко это объяснить, если же это коротко, но не объясним, вот, кстати, человек, задававший этот вопрос, сказал, что владыка очень интересно и доходчиво объясняет, казалось бы, другой раз прописные истины, так вот, как бы вот это объяснить, если нельзя коротко объяснить, то куда обратиться, где это прочитать, чтобы, так сказать, дойти самому? Ну так, может, боскар, попытаюсь коротко объяснить, но, пожалуйста, уже по по одному слову, чтобы я не забыл. Литургия? Литургия? Молитва? Не, подождите, литургия. Вот литургия, это самая высшая молитва, молитва, которая происходит в присуществлении хлеба, вина, тела и кровь Христовой. К этой молитве есть понятие такое, суточный круг, христиане готовятся в течение суток. Есть вечерние, есть утренние, есть часы, первые, третьи, шестой, девятый, изобразительный, повечерие, полуношница, то есть, ну, это уже как бы, апофеоз, самая высшая точка, это средство через молитву, общение с Богом, и не только общение, но христиане причащаются телу и крови Христовых, то есть, по жилам христианина течет кровь Христова, смешанная с кровью этого человека. То есть, человек реально, если он, конечно, не потеряет это обладать, которое он получает, он становится сыном и дочерью Иисуса Христа. Это величайшая честь, но и величайшая ответственность, потому что враг это страшно ненавидит, и старается подножку подставить, чтобы человек потерял это сокровище, и не был причастником радости и здесь на земле, и вечности. Но вот эта молитва, эта служба, которую христианин должен посещать, но и стараются люди как раз больше всего посещать Литвы Киеви. Праздничные дни, каждое воскресенье, каждый большой праздник, но есть молитва подготавливающая к этой службе, чтобы было осознание и польза вот это вот вечернее моё служение, которое у нас принято за осеночным деньем. Ну вот кратенько литургии, ну а прочитать можно, есть такая книга «Закон Божий Слободского», там наиболее просто излагается. Сейчас множество литератур, и было бы желание, к тому же интернете, там вот эти порталы всякие. Пусть не лезут в интернет, лучше пускай читают литературу. Я не знаю, если это действительно лучше, но если человек молодой, его же не ограничишь. Но это уже в годах, которые задают. Если в годах, то лучше, конечно, книги читать, они и для здоровья лучше, потому что нет облучения, нет болезней, последствия этого долгого сидения за компьютером, в интернете. А дальше какое слово? молитва, тропарь? Молитва – это обращение к Богу, более официальная племярока, возношение ума и сердца к Богу. То есть, когда человек, человек чем отличается той же обезьяны, не выражает других животных, что у него есть такой аппарат, которым он может общаться с Богом. молитва – это средство общения. Тропарь. Тропарь – это такое песнопение, которое прославляет святого праздник, Рождество, Рождество Твое, Христе Божий наш, во сей мир и свят разум и так далее. То есть, излагается суть праздника, краткое прославление праздника или святого. Ну, и лития. Лития – это часть вечерней службы, когда из алтаря выходит священник и идет конец храма. В некоторых местах практикуют, как оно и должно, больше просто вообще притвор, и там молятся. Молитва особо возносится о всем мире. О болящих, о скорбящих призываются святые, молитвы за весь мир. Ну, и последний на сегодня вопрос. Какие требования предъявляются крошным родителям? Сегодня, буквально сегодня, юрист задала такой вопрос. Вы знаете, конечно, здесь можно долго говорить. Да, это, конечно, есть особые пособия, которые, так сказать, более подробно объясняют. Ну, так, если кратко сказать, что требуется, чтобы они были православными, требуется, чтобы они знали православие. Почему сейчас, ну, как там выполняется уже тут, он говорит, бог судья каждому, но при каждом приходе должна быть катехизация. православие. То есть, и родители, и крестные должны пройти азы православия, изучить азы православия, потому что задача и родителей, и крестных, в первую очередь, чтобы они научили ребенка, потом, когда он подрастет, основу православия, чтобы человек был порядочным, чтобы он соблюдал закон, и божий закон, и законы установлены в государстве, то есть, был на радость родителям, и родственникам, и государству, вот, а если этого не соблюдается, вот, имеем, имеем, что имеем. Поэтому, ну, и, конечно, нельзя, чтобы крестные были муж и жена. Такое правило. Ну, что же, дай бог, чтобы не только кростные родители, а как можно больше людей знали азы православия. Буде, буде. «Господи» 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 «Господи»» «Господи» 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 «Господи»